Пляжный сезон во многих городах уже наступил. Несмотря на погоду, жители приморской столицы уже готовятся к выезду на пляжи. И в это время года как никогда актуальной становится проблема питания, ведь каждому хочется хорошо выглядеть и при этом не менее вкусно кушать. Разрушали мифы о еде, в том числе о спортивных и обезжиренных продуктов, в студии радио ВИБИСИ врачи-профессионалы из Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». К слову, общий врачебный стаж медиков составляет больше 85 лет, а главврач Центра сразу начала беседу с опровержением афоризма «заедать горе». Впрочем, уверены врачи, привычки бывают разные. Из трех основных ингредиентов пищи, а это белки, жиры и углеводы, эксперт сразу определила вещество нон-грата, которому точно стоит иногда закрыть дорогу на хозяйский стол. Углеводы и углеводы скрытые. Вот вы вряд ли догадаетесь, что, возможно, углеводы есть в кетчупе. Подозреваете в соусах, в различных соусах, да, их чрезмерно. И очень много в очень сладких фруктах. Поэтому, когда по килограмму по два фруктов для любимого водителя мама выставляет, она с детства формирует привычку к углеводам. Врачи с многолетним стажем отметили факт, вероятно, неприятный для всех любителей пенных напитков. Мужской половине населения ни в коем случае не стоит пить пиво. Вредно и все тут. Кроме того, специалисты «Примаверы» рассказали о своих по-настоящему колоссальных возможностях, по части определения того или иного заболевания. На генетическом уровне врачи могут вычислить зависимость и чувствительность к сладкому. А используя другие методы, составить полную картину здорового и гармоничного питания, образа жизни и нагрузок. Для каждого индивидуально. И это лишь малая часть возможности центра. Впрочем, в ходе беседы особое внимание радиослушателей привлекли именно пищевые мифы и заблуждения. Например, интерес вызвал вопрос, употреблять ли глютен. Ведь вокруг этого белка уже многие десятки лет ходят самые неоднозначные слухи. В нынешних хлебобулочных изделиях и других изделиях, которые состоят из этих злаков, глютенов в 30 раз больше, чем тогда, когда только эти злаки научились сажать, культивировать и так далее. Наши древние люди. Поэтому отказываться людям от глютена, даже с хорошей его переносимостью, или не отказываться, решать им. Мы все равно рекомендуем, ну на месяц, на два отказаться. Чуть меньше двух лет назад в центре «Примаверы» открылось целое медицинское направление антивозрастной медицины. Уже сейчас специалисты центра могут составить ваш генетический паспорт и задать правильное направление, которое приведет вас в активное и счастливое долголетие. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.